В период режима повышенной готовности некоторые предприятия городского округа были вынуждены приостановить свою деятельность. Не останавливать рабочий процесс можно только определенному постановлением губернатора ряду организаций. В период пандемии многие предприниматели стали нуждаться в поддержке от государства. Чтобы обсудить насущные вопросы в непростой для бизнеса период и выслушать предложения от предпринимателей, руководство муниципалитета организовало совещание в формате видеоконференции с участием представителей местного бизнес-сообщества. Глава городского округа Щелкова Сергей Горелов также ознакомил предпринимателей с мерами поддержки, которые областное правительство готово им предоставить. Малому бизнесу предоставляется отсрочка от уплаты налогов. Установлена нулевая ставка налога на имущество, которая в частности должна помочь снимающим площади в торговых центрах снизить ставку аренды. Фонду развития промышленности Московской области выделено 400 миллионов рублей, которые будут направлены на льготное кредитование предприятий. На 200 миллионов рублей увеличен объем фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса. Также с 8 апреля предоставляются беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу на полгода для выплат зарплат сотрудникам. Кроме того, с 30 до 15 процентов снижены платежи в социальные фонды, введен мораторий на проверки бизнеса. В этот день на связь с властями муниципалитета вышли порядка 30 предпринимателей, как представители малого и среднего бизнеса, так и руководители крупных предприятий. Они внесли свои предложения по поддержке бизнеса в период пандемии. Мы предприятие не малого, не среднего бизнеса, а у нас крупный бизнес и, кроме того, мы относимся к числу крупных налогоплательщиков. Вообще ни одной меры поддержки крупного бизнеса там нет ни в области, ни в федеральных. У нас есть, естественно, тоже кредиты, которые существуют. То, что предлагалось в целом рассмотреть, это рассрочку налоговых платежей по крупным предприятиям. Мы в своем обществе перевели на удаленную работу, 90 процентов людей. Производство сейчас работает в сокращенном составе, чтобы минимизировать контакт людей с собой. Что же происходит с клиентами, мы перевели на удаленную. Чтобы люди смогли поделиться с выбором мебели, нужно хотя бы на материалы взглянуть. Нами разработана процедура безопасной демонстрации. Мы, Сергей Викторович, скинули на почту сегодня видеопрезентацию. Коротенькая, на минуту буквально, с этим форматом, который мы предлагаем внедрить. Глава городского округа Сергей Горелов отметил, что все предложения, поступившие от предпринимателей, будут отправлены в правительство Московской области, которое в свою очередь направит обращение уже федеральным властям. Также он поблагодарил всех бизнесменов, которые оказывают посильную помощь Щелковским медицинским учреждениям. Я обещаю, что все это будет отправлено в федеральный уровень. И сегодня, конечно, я хотел обратиться ко всем предпринимателям, которые в это довольно непростое время не остались в стороне и оказывали помощь в первую очередь нашим учреждениям здравоохранения. За это слова огромной благодарности. Спасибо, что не остались в стороне. И мы рассчитываем на вашу помощь нашему муниципалитету. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.